Субтитры сделал DimaTorzok Тем более, так много людей мне в личку написали, да и не только мне в личку, а сколько роликов на ютубе «Нет войне», что, думаю, действительно, давайте я скажу «Нет войне», всё, война закончилась, расходимся. Да в этом и смысл, что это так не работает. Плохой мир лучше хорошей войны, да? Может быть и так. Но сейчас кричать «Нет войне» — это лицемерие, как минимум. Как максимум, это нож в спину своим же согражданам. Я, как и многие, сейчас слежу за событиями с самого первого момента. Так получилось, что когда война началась, я не спал, и о войне я узнал из сторисов в Инстаграме. Мне, как и всем вам, хочется жить в спокойном мире, чтобы вокруг летали птички. В кофейнях был прекрасный, ароматный, рафинированный капучино. Макдональдс продавал бургеры, знаете, там, с разными вкусами. Там, сезон весны — острый халапеньо. Но мы живём ведь не в мире воздушных замков. Добро пожаловать в реальность. Сейчас реальность такова, что Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Можно до последнего ставить чёрные аватарки, кричать «не хочу», «нет войне», но ведь это детская позиция, это ни на что не повлияет. Посмотрел я ролики блогеров, знаете, добрых брогеров, которые никогда не сталкивались с боевыми действиями, никогда не крутились в военной теме. И тут услышали с телевизора, что идёт война. Ну, Даня Поперечный, Парыча Чиречный и Тяря Чиречный. На самом деле, я только Поперечного до конца досмотрел. Потом попробовал посмотреть Варламова, а потом у меня окончательно сгорело очко. А, я ещё и Вангая смотрел, и украинского блогера какого-то. Ну, там, вертикальное видео, кудряшки, и он это ненавидит русских теперь всем сердцем. Добро пожаловать в реальность, чуваки. А где вы раньше-то были? Даня Поперечный удивлялся, как в 21 веке можно решать вопросы войной. Неужели нет дипломатии? Не, я понимаю, конечно, что стендапы остросюжетные, там, блядь, на злобу дня шутить, там, пародировать Кадырова – это круто. А ты за политикой следить не пробовал, чувак, за внешней? А ты не в курсе, что все страны, все крупные страны, все игроки крупные на этой шахматной доске решают вопросы силовым методом, когда дипломатия заходит в тупик? Не пытались ли решить дипломатическим путём? А, блядь, не это ли мы делали с 2004 года? Я же туда зашёл, да, далеко. Я тогда в четвёртом классе учился, но историю всё-таки почитал немножечко. Я вам сейчас открою секрет, в какой стране мы живём. Мы живём в Российской Федерации. Это наследник СССР, это наследник Российской империи. Наша страна всегда претендовала, если не на первое место, то на лидерство в вот этом шарике глобуса. Возможно, меня это немножко успокоит. Я сам не политолог, но я хотя бы кручусь в теме в околовоенной уже, ну, сколько все себя знают. Мне всегда эта тема была интересная. Я даже когда в школе учился, уже интересовался, там, где какой конфликт был. Очень-очень пристально следил за 2008 годом. Следил за тем, как ЦСН ФСБ гасит террористов на Кавказе. Следил за тем, как американцы в Ираке ебошат. Как Ливия началась, я помню. Как Каддафи забивали толпой, я помню. И такое ощущение, что вот эти вот, ну, либерально, что ли, настроенные... Я ничего против либералов не имею. Я даже сам не знаю, какого я политического ориентации присутствую. Возможно, я перепутал короля и королеву. Но мне с моим скудным набором знаний хотя бы понятно, почему этот конфликт идёт. Плюс-минус картина в голове вырисовывается. То есть, что будет дальше? Этот конфликт ведь давно предсказывали. Все мои знакомые, которые в военной теме крутятся, знали, что замес будет на Украине. Только непонятен был масштаб этого замеса. И точная дата начала. Дипломатически... Это я сейчас отвечаю всем вот этим блогерам, которые, наверное, даже не увидят. А если увидят, подумают. Гондон, воинствующая обезьяна, Бабуина, вот вещает сейчас в интернетах. Потому что как можно про оружие рассказывать в интернетах? Ну всё, Бабуин мечтает убивать людей. А я ведь против категорически убийства людей. И многие, кто алды, это знают. Дипломатически этот вопрос решали достаточно долго. Но когда дипломатия заходит в тупик, начинается это. Правильно или нет, судить не мне. И не вам тоже. Потому что если я некомпетентен в этих вопросах, со своими там скудными представлениями о том, как происходят все эти процессы, вы вообще на уровне эмоций решаете. Движение хиппи почему-то американцев не остановило. Вьетнам крушить и жечь просто, блядь, джунгли нахуй. Ну разве может локальная бомбёжка Донбасса оправдывать военную операцию против целого государства? Ну вот, к примеру, последние несколько лет на Донбассе в результате обстрелов со стороны Украины погибали люди с российским паспортом. И это факты. Давайте пофантазируем, а что бы делала Америка, если бы в какой-то точке мира регулярно погибали граждане США? Ну, я думаю, ответ очевиден. Можно ли решать в 21 веке вопросы войной? Да, можно. Цивилизация на этом и основана. Цивилизация и боевые действия – это не противоречащие друг другу понятия. Чтоб цивилизованное общество выжило, чтобы красивые картины, стихи, колонны сохранить, необходимо, чтобы эти ребята были не только начитанные, но и вооружённые. Если вы не будете иметь возможности нахуярить кому-то, навязать свою точку зрения, какой толк от вашей начитанности, ваших красивых колонн и вашего духовности, эстетичности, возможности, знаете, испытать катарсис, когда ты прочитал какой-нибудь интересный такой поворот в книге. Продолжая закапывать свою репутацию, скажу следующее. Просто я пытаюсь с вами быть честным. Вас интересует моё мнение, мой взгляд на ситуацию. Его я и озвучиваю. Я лично не верю, что это война одного лишь Путина. Ну, это, конечно, удобно сказать, что вот с ума сошёл диктатор, нажал на кнопку и пошла война. Но не бывает так, чтобы только один человек решал судьбы человечества. Это огромный политический процесс, в котором огромное количество заинтересованных лиц. Ну и вот на мой скромный взгляд, если эта ситуация произошла, значит другого выхода не было. Значит, наступило время, когда нужны резкие, жёсткие, бескомпромиссные действия с нашей стороны, с стороны России. По-человечески я понимаю украинцев. У меня много знакомых украинцев, не только у вас плачущие видеоблогеры или люди, которые там это в интернете мне картинки кидают одни и те же. На меня только в Инсте подписано 11 тысяч украинцев. Там есть и парни из ВСУ, там есть и парни из СБУ. И теперь они меня, скорее всего, возненавидят. Но я, в принципе, это уже там с 16 по 18 мне в личку постоянно писали. Всякие националистические батальоны украинские. И угрозы были основаны на том, что я просто из России, милитарий чувак из России. Потом почему-то это всё подутихло. Возможно, до них донесли, что да нет, он норм парень. Но сейчас недавно опять это всё возобновилось. Целых два школьника украинских написали. Написали мне, что это в один день. А на следующий день начали спамить мне люди, которые даже на меня не подписаны, одними и теми же фотографиями убитых русских военных. Делал бы я то же самое на их месте? Да, скорее всего, нет. Я бы просто взял оружие и пошёл на фронт. Если бы на мою страну напали, я бы поступал, скорее всего, точно так же. Ну, разве что я бы не писал в личку там американцам, если бы на меня напали, допустим, американцы или поляки. У нас тут в Калининграде Польша же рядом. Эй, там, через гугл-переводчик. Я тебе уши буду отрезать. Приезжай, будешь удобрением. Ну, это же детский сад какой-то. Ну, детский сад. Никакие аргументы, никакие, блядь, политические процессы не могут оправдать для тебя вот эту происходящую ситуацию, когда рядом с твоим домом упал снаряд. Или когда, не дай бог, твоего родственника подстрелили. Но я просто как человек, который уже не за первой войной наблюдает. Грубо говоря, эмоционально и мысленно и кругом общения я вовлечён в эти войны. Я понимаю, что, ну, к сожалению, вот как бы это цинично ни звучало, гибель мирного населения невозможно избежать. Но объективно я вижу, что мирное население не гасят. Намеренно не гасят. Вот мне пишут, цитата. «Знаешь, после того, как ваши позорные войска накрыли мирные города Украины, в которых не было ни намёка на военные объекты, градами, смерчами, солцепёками, авиацией, ракетами, убивши сотни и ранив тысячи мирных людей, которые, вероятнее всего, говорили по-русски, им вообще было плевать, ты, там, для нас теперь враг просто по факту того, что ты русский». А у меня вот вопрос. А как так получается, что намеренно с градами, смерчами, с солнцепёками авиации, ракетами бомбят сразу, ну, как у нас там карта, практически всю Украину, крупные города Украины, и всего лишь сотни погибших? Это что, у нас получается, ММГшки на Украину скидывают или что? Или всё-таки не гражданских намеренно бомбят? И тут сейчас вставят кадр мне, да? «Рома, посмотри, там в Харькове уебали по зданию. Не-не-не, не смотри, что внутри там вооружённые, по мирному зданию». И опять же, я этих людей понимаю, если бы на мою страну напали, я бы точно так же пошёл, получал оружие, примкнул бы к какой-то там организации и до последнего бился бы. Мне было бы похуй, хоть 10 раз правы те, кто напал на меня, я буду отбиваться. Но не меньше я понимаю своих ребят. Было бы странно, если бы я сейчас встал и начал топить за Украину. У меня круг общения состоит из русских спецов, ССОшники, парни из 45-й бригады, полки специального назначения, ЦСНы, ФСБ, МВД. Ну, было бы странно, если бы я сейчас просто взял и сказал, «Так, ребят, стоп, война, пожалуйста, нахуй». Уже облетевшая все интернеты цитата Бодрова. Как бы во время войны, во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить, вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было. Даже если в мирное время у меня были какие-то там претензии, в частности по закону, например, к оружию, о чём я говорил на своём канале, сейчас это всё уходит на десятый план. Допустим, меня просто сегодня придут, отберут все стволы, мне похуй. Потому что сейчас стоит вопрос, будет Россия дальше существовать или нет. И пускай в глазах других мы агрессоры, в моих глазах агрессоры как раз те самые другие. Я не историк, я не научпопер, я не прочитал пять статьй Википедии перед роликом, чтобы там вам делать вид, что я шарю. Но сейчас в голову пришёл пример с Карибским кризисом. Тогда США были готовы развязать Третью мировую войну просто из-за российских ракет на Кубе. И в принципе имели на это полное право. Потому что было бы странно, если бы такое влиятельное государство, как США, Соединённых Штатакхи Америки, отстаивали бы не свои интересы, а чьи-то чужие, да? А почему от России требуют того, чтобы она отстаивала интересы кого-то, интересы Запада? Если Россия говорит, не надо, пожалуйста, размещать базы НАТО у наших границ, она на это имеет полное право. А если базы НАТО всё ближе и ближе к нашим границам? Ну вот мы сейчас с вами увидели, что будет, если медведя долго тыкать палкой. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Блядь! А я такой человек, я не могу без юмора. Я даже в самой критической ситуации буду смеяться. Так я, знаете, со стрессом справляюсь. Ну, это лучше, чем через агрессию, правда? Я даже не буду говорить, что 8 лет Донбасс бомбили, и вы никто за него не впрягался. Потому что я сам, я сам за него не впрягался. Мне было удобнее не замечать этой проблемы. Когда мои друзья, которые там с самого начала, короче, воюют, мне на уши садились и рассказывали про ужасы Донбасса, я начинал спорить. Потому что я начитался, насмотрелся вот этих либеральных моментиков про то, что это не наша война все-таки, да пускай украинцы сами выбирают. Вот, кстати, хороший пример, посмотрите. Это видео облетело многие паблики, даже на МДК было запущено. Русский там солдат или там ДНРовец, оккупант радуется, что грады летят в сторону Украины. Ну, конечно же, это плохо. Не должно быть такого. Как можно радоваться ракетам, которые летят в сторону врага? Подумал бы я, если бы не знал его, потому что это мой знакомый. Я бы даже, наверное, сказал, это мой друг. Мы с ним вместе ездили в Мурманск, в Чечню. Это Женя Лобаев. В 2014 году в пригороде Луганска его дом был разграблен батальоном Айдар. Это, если что, националистический украинский батальон. Вынесли все подчистую, оставили глумливые надписи на стенах. С тех пор Женя не мог остаться безразличным. Регулярно ездил в ДНР, ЛНР, помогал гуманитаркой. Насмотрелся, в общем-то, на всех этих убитых детей, убитых бабушек, дедушек. А так и происходило. Потому что, когда нам рассказывали по телевизору, что ВСУ бомбит террористов донбасских и сепаров, ракеты-то прилетали не в террористов и не в сепаров, понимаете. И это не то, как сейчас происходит, когда Россия бомбит военную часть, где-то рядом с Киевом, да, а рассказывает, что в Киев ракеты прилетают. А это реально вот. Люди на площади собираются, а туда ракета прилетает. Я это видел просто, ну, еще до того, как поперечный начал плакать про Украину. Я предпочитал оставаться нейтральным. Но сейчас, если вы предложите мне сторону, я не могу выбрать сторону Украины. Потому что в моих глазах, опять же, извините, пожалуйста, граждане Украины, дизлайки там, отписки, угрозы в личку. Выглядит, как будто вас отдали на съедение. Выглядит, как будто вы просто разменная монета перед Россией. Но это же классическая тема-то такая, когда перед крупным государством-оппонентом развязывают маленькое государство враждебное, состоящее из братского народа. И вот, кстати, тоже такое странное слово, братский народ. Это интересная такая позиция. Да, ты виноват, потому что ты молчишь, потому что ты не идешь против действующей власти. Да не пошел бы я против власти. Потому что я понимаю, что гражданская война это хуже, хуже, чем то, что происходит в России. Нет ничего хуже, чем гражданская война. Ну вот, вы сейчас видите, даже в Киеве нет гражданской войны, все равно оружие раздали, люди друг друга гасят. А представляете, если бы внутри Киева еще была бы ненависть друг к другу, на разных почвах. У кого-то какие-то финансовые претензии к кому-то. Какие-то там бандиты пошли прокурора выискивать. Гражданская война это ужас ебаный. Так что, все, что я могу сказать нашим спецам, всем тем, кого я знаю и не знаю, ребята, мы с вами, вы молодцы. Я знаю лично вас. Я знаю, что вы не мародеры. Я знаю, что вы не убийцы. Ну, есть видео, как расхитили ларек, там, мандарины сперли. Ребят, а знаете, сколько видео, как ваши батальоны украинские что-нибудь разворовывают? Но я не говорю, что украинцы плохие. Сейчас наши войска действуют очень аккуратно, очень гуманно, как бы это странно ни звучало. Ну, это же вот вы сами себе противоречите. То, что мне в личку лично пишете, украинцы, вы сами себе противоречите. Сначала вы, значит, негодуете, что русские гасят мирное население, не глядя. Потом вы ликуете, что вот какие герои наши украинцы остановили колонну бронетехники, блядь, голыми руками. Вот так если бы русские были кровожадными, наверное, они бы не остановились перед бабушками, а просто поехали бы вперед. Как американцы ваши любимые делали, ваши заступнички. Помните это видео, как Blackwater растекает по инострейшн государству, где наводится демокруэйшн, просто потому, что, блядь, так захотел президент США. Ну, не только президент, я только говорил, не президент это решает. Видео, когда хамеры, ну, ехали, блядь. Багдаде, да. Багдаде, Багдаде. Инострейшн государству, блядь. Вы чем рассказывать нам, русским, какие мы уроды, расскажите своим заступникам, какие они коллеги ваши. И почему, когда Америка куда-то входит, потом остается только пепел, блядь, и прочая хуйня. Российская спецоперация на шестой день, сейчас или седьмой, на шестой или седьмой день по телевышкам ударили. Не говоря о том, что у вас есть водопровод, у вас есть сейчас электричество. Американцы, когда заходят решать свои вопросы, они первым делом сначала сметают всю инфраструктуру. Ну, потому что они делают правильно, они делают эффективно и быстро. Они просто ракетами вкатывают в каменный век государства оппонента, а потом заходят и решают вопросы. Когда говорят мне в интернетах, что негуманная ситуация происходит на Украине со стороны русских. Мне смешно, потому что, еще раз, это не первый конфликт, за которым я слежу. Полевые крематории, там это, да, там сколько у нас сайт украинский открыть, там 9 тысяч погибших россиян. Здорово. Хорошо. А что вы тогда истерите и в интернете, короче, всех дезморалить, пытаетесь, если с такими лохами воюете, выходите, да побеждайте. Что украинцы-то? Что вы тогда баррикады строите, если вон там можно голыми руками бронетехнику установить? Алло, русские, мы там 5 тысяч русских уже сожгли, 600 танков, нам вообще на вас похуй. Пожалуйста, джавелины хотя бы, ну, да, 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 этот, разбили все колонны, у вас говорят, пожалуйста, ну войска сюда пришли. Наш самолет, наш летчик, уже 9 носта, ваших самолетов сбил. У нас самолетов не осталось, Польша, пожалуйста, дайте нам всем пиздавам. И сейчас мы у вас еще рекламу на ютубе скупим, чтобы пропаганда вещала, да. Укрытие, убеженство, не знаю, наемников, ну что-нибудь придумайте. Это, к слову, про сожженную колонну Кадыровцев. Мы эту колонну трижды жгли, трижды нахуй. Да, да, все не горят. Ебучая информационная война. Русский корабль пошел нахуй. Вроде бы круто, вроде бы стойкие украинцы, а в итоге потом весь этот остров сдался. Мега-украинский пилот сбил уже 900 русских самолетов, а только не пилот, а летчик правильно говорить, потому что в военной авиации летчики. Да и имени и самолета этого летчика никто не называл. Да и кадры со сбитием русского самолета оказались кадрами из Армы-3, которые уже не первый раз форсятся. А потом появилась новость, что сбили действительно эффективного украинского летчика. Одни и те же фотографии мертвых русских. Ну понятно, что русские несут потери. Ну все стороны несут потери. Но это не тысячи, не десятки тысяч. О реальных потерях мы узнаем только, когда все закончится. Инфа-война, в которой мы проигрываем. Американцы побеждают. Ой, украинцы. Кстати, интересный факт. Вот эти американские инструктора были в Украине за несколько месяцев до начала спецоперации российской. И обучали они украинских военных, но очевидно, не пирожки готовить. Кстати, этот логотип любят российские тактикульщики копировать. Я там видел. Никогда не понимал понт носить этот патч. Я предлагаю вот такую версию. Крупнейшая, знаете, военная операция со времен Второй мировой войны в Европе, кто-то сказал. О Югославе. О Косово. Почему Сербия? А, это другое, да? Когда истребители, бомбардировщики американские летали над Европой и бомбили ее. Потому сербы сейчас из-за нас. Интересно, слышал ли об этом Дэниел Попперечный? Нет. Мне кажется, он все-таки ее слышал, но это другое. Вот этот реально мем про это другое, он сейчас... Ах вы. Очень хорошо Стас Айкак просто высказался. Советую посмотреть его канал. Про войну он на удивление хорошо все сказал. Я прям удивился. Видео нет в войне. Если подытожить, моя картина мира такая. Вторая мировая война, она и не прекращалась вовсе, потому что с тех пор по всему миру идут не прекращаясь жесткие столкновения. Такие жесткие, что если вы начнете вникать, у вас будет кровь в жилах стынуть. Когда мирное население расстреливают, выжигают. И на самом деле практически все эти эпизоды это были моменты, когда США решало свои интересы. Потому что США хочет сделать мир однополярным. Это можно понять. Это не позиция злодея из мультика «Гадкий я». Это то, что делают все государства. Они расширяют свою сферу влияния. Задача США влиять на весь шарик. А Россия всегда была как кость в горле. И вот из-за этой косточки в горле в бывших республиках СССР ведется планомерная работа, чтобы настроить бывших друзей против нас, чтобы у нас постоянно на границах были конфликты, выкачивались у нас таким образом ресурсы, а еще и накладывались санкции. Ну, зачем накладываются санкции? Чтобы душить народ, чтобы душить экономику, чтобы началась гражданская война. А вот эти призывы выходить на улицу сейчас, это, ну, это предательство. Да вы сейчас да не твои некое здесь. Поверьте, когда начнется гражданская война, вам будет не по кайфу. И продуктов больше от этого, блядь, в магазинах не станет. И украинцы за вас радоваться не будут, потому что вы и так гандоны. Вы гандоны, мы русские гандоны, потому что мы это допустили. А если мы начинаем извиняться, я этот вот моментик уже заметил. Я в Инстаграме пробовал вступить в контакт с инопланетянами. Я пробовал извиняться. Не за то, что я русский. То есть, ну, просто пытался вот наладить контакт. Так это такая же ситуация, как с БЛМ. Когда борцы за права ЛГБТ, белые, там, трансгендерные, вертоветы, блядь, вот эти... Бойцы социальной справедливости. Бойцы социальной справедливости начинают извиняться перед чернокожими за то, что американский полицейский задушил афроамериканца. Вместо того, чтобы сказать, хорошо, мы принимаем ваши извинения, начинается то, что человек садится на колени, а ему на спину ставят ногу. Человек начинает плакать, а ему на голову начинают поливать или ссать на него. Потому что, когда ты начинаешь извиняться и унижаться, человек чувствует... В человеке просыпается вот эта природная хуйня, и он пытается тебя додавить. И давит за то, в чем ты и не виноват. Тем не менее, я надеюсь, что те, кто были на нас подписаны, те, кому нравились наши видосы, те, с кем я общался с Украины, не пострадают в этом замесе. Я никому не желаю смерти, никому не желаю, не дай бог, потерять родственников. И что, когда это все пройдет, через много-много лет, возможно, мы где-нибудь встретимся и бахнем пивка, и забудем нахер вот эту всю ситуацию ебучую. Но, скорее всего, такого не будет. Но я тоже имею же право на какие-то замки из розовых облачков, правильно? Пришли тяжелые времена. Как пел Миша Маваша, за тебя уже решили, уже талию гомонили. В общем, не такие уж и плохие времена были при коронавирусе, правильно? И при царе Горохе. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что важно понять, что такие ситуации случаются регулярно. Такие ситуации в истории были, и они всегда заканчивались. И это закончится. И вот вопрос, выйдет ли Россия из этой ситуации победителем. Я считаю, что всем нам, тем, кто живет в России, выгодно, чтобы она вышла победителем. И самое главное, не ссорьтесь со своими родственниками на почве политики, разногласий каких-то. Находите компромисс. Просто нужно осознать одну простую вещь. Это священная война за выживание русского народа. Власть меняется, а Родина остается. Понимаешь, Россия с ее тысячелетней историей. Поэтому, поэтому, если бы мы, я тебе уже говорил, не в Украину, а через от Бобода б***ли нас. А сейчас у нас хотя бы есть шанс. Работайте, братья. У вас все получится. Берегите себя. Возвращайтесь домой живыми. Поможем, чем можем. Далеко ходить не надо. Вот, например, Константин Кузнецов, владелец оружейного магазина, отправил вам уже теплоки безвозмездно. И много чего еще интересного. И, конечно, для какого-то либерально настроенного подростка, который сейчас сидит в барбершопе, попивая латте, там, не знаю, в каком-нибудь вельветовом пиджачке, в прозрачных рей-бенах, это просто прозвучит, как «Э, тупое стадо пошло на убой». Ну, б***ь, это стадо зато решает судьбу мира. А все, что ты можешь решить, это собирать наклеечки на кофе или нет? Иди нахуй! Вот такое вот мое мнение. А что же будет с каналом дальше? А все будет по плану. Я думаю, лучшее, что я могу сделать, это сейчас поддерживать график видосов хороший. Хороший. Поэтому выйдет два запланированных ролика про бронежилеты. Второй ролик про бронежилеты, вы, как могли заметить, не вышел на лайв-канале, потому что он получился настолько насыщенным, что грех его на второй канал выкидывать. Его нужно немножко доработать, и он скоро-скоро уже выйдет.